Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Так, где наша презентация? Тема нашего доклада веб-мессенджеры вкалывают роботы, а не человек. Сегодня мы вам расскажем о новых технологиях, которые частично уже доступны в чате, частично выйдут. Содержание нашего доклада – это новые технологии, новые возможности, рестапи для чата, веб-хуки, боты, ну и немножко о документации. Обо всем поподробнее. Новые технологии, новые возможности. Сегодня чат становится таким неким форматом коммуникации между людьми. Люди общаются, бизнес общается со своими клиентами, партнерами, другими коллегами по бизнесу. Люди общаются в чатах, то есть бизнес общается с людьми. Сегодня многие предпочитают вместо того, чтобы позвонить в какую-то компанию, даже элементарно записаться, например, в салон красоты, в парикмахерскую настрижку, предпочитают звонку написать в чат. Таким образом чат становится таким неким новым форматом коммуникации. Причем не только между людьми, не только между человеком и бизнесом, а даже внутри одной компании. Порой даже люди не то, что в рамках одной компании, а в рамках одной комнаты, одного офиса общаются между собой в чатах. Поэтому сегодня мы вам представим новые возможности, именно технические возможности нашего чата Bittrex 24. Рест API для чата. Мы долго сопротивлялись и не делали никакого API для чата, хотя в модуле уже два года, но пора уже про это рассказать. Что мы предоставим разработчикам? Будут доступны методы для создания чата, для управления чатом, назад верни, для создания чатом, управления чатом, создания уведомлений и сообщений. Сейчас расскажем немножко подробнее про каждый из методов. Это первый из методов, основной, это создание чата. Здесь вы можете указать заголовок, описание, но основное здесь является перечисление пользователей. Если вы не перечислили пользователей, то создать чат будет нельзя. Следующие методы, это методы для обновления заголовка, аватара, владельца чата и смена цвета. Далее у нас идет методы по управлению списков, то есть мы можем посмотреть, кто состоит в чате, добавить людей, исключить людей, либо самим полностью оттуда выйти. Сообщение в чат. Можно будет добавлять сообщение как в чаты, либо напрямую пользователям. Если нам необходимо создать сообщение в чат, мы указываем чат ID. Если мы отправляем сообщение пользователю, надо будет передать его пользователю к идентификатору. Будут доступны действия над сообщениями. Соответственно, если вы что-то отправили, вы можете это изменить. Для изменения необходимо обязательно передать идентификатор и одно из двух параметров. Либо сообщение, либо его вложение. Про вложение мы немножко позже расскажем. Ну а также методы удаления. И основной ключевой метод – это поставить лайк. С уведомлениями вы уже, наверное, знакомы. Они уже были доступны в рестапе. Мы их немножко разделили. Сделали описание для совпадения со всей мапой. Старый метод остается доступен. Вы можете его продолжать пользоваться, но лучше новый он умеет больше. Ну, соответственно, методы для удаления. Удалять можно будет сообщения по идентификатору, по тегу и дополнительному тегу. Все то, что можно было делать раньше для коробочных версий продуктов. Кроме того, что вы можете создавать обычные сообщения, также доступны богатые сообщения, о которых мы уже говорили, которые вы наверняка видели. Это при публикации ссылки на какой-то внешний ресурс. Она становится богатой. И также для Bitrix24 уже доступны богатые ссылки для внутренних инструментов. Например, ссылка на пост, задачу, какой-то элемент CRM. И также можно делать вот такие красивые, богатые вложения. Вы, наверное, заметили уже вложения. Появились некоторые наши инструменты, такие как задачи. Мы планируем, чтобы больше инструментов, такие как календари, CRM, использовали эти вложения при публикации уведомлений пользователям. Для этого мы создали конструктор вложений. Конструктор вложений позволит вам взять определенные блоки, такие как блок пользователя, блок ссылки, блок текста и создать красивые уведомления. Вот можете посмотреть на примерах. Это уведомление из блоктрекера, либо просто какое-то действие бизнес-процесса. Дальше перечислили блоки. Это блок пользователя, который покажет, что это за человек, имя. Собственно, все параметры здесь как бы говорящие, я не буду про них детально останавливаться. Все подробнее можно посмотреть по вот этому адресу, который представлен в ссылке. Для Bitrix24.rest.api будет это доступно чуть позже, в феврале. Это блок ссылки. Примерно таким образом у нас оформляются богатые ссылки в продукте. Блок текста, просто какое-то пояснение. Разделитель. Это если у вас несколько блоков, вы хотите логически это разделить. Блок изображений для вставки картинок и блок файлов для создания красивой ссылки на скачивание с указанием их размера. Отдельным разделом у нас идет блок для управления строками, колонками. Ну, грубо говоря, гриды. Их существует три типа. Это облочный, строчный и в виде двух колонок. Все эти блоки можно комбинировать между собой. Ограничения там никакого нет. Соответственно, у вас может быть какое-то подходящее именно под ваш бизнес-процесс уведомление. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Вот обычный метод добавления сообщения. Вам необходимо добавить еще один ключ от touch, в котором это массив, в котором вам нужно будет просто перечислить блоки. Допустим, в данном примере будет добавлено уведомление из внешнего источника текст, а ниже будет вложение с текстом и ссылкой на загрузку. И сейчас мы предлагаем вам присоединиться к такому небольшому интерактиву. Вообще цель нашего доклада – это научить вас быстро создавать приложение для чата. Это действительно быстро. Сейчас мы покажем ролик, как это сделать. Наш ролик длится пять минут, но на самом деле он ускорен. У нас заняло 15 минут для того, чтобы создать это приложение для чата. Вам необходимо, чтобы был ноутбук, подключенный к интернету. Конечно же, желание получить приз. Приз достанется победителю. Победитель у вас будет один. Тот, кто первый создаст такое приложение. Кто создаст, поднимите руку. Ну и, конечно же, у вас должен быть Bitrex 24. Что для этого требуется? Вам нужно будет создать рест-приложение первого типа. Это находится в вашем портале. Потом создать приложение, состоящее на самом деле из одного файла. Этот файл должен называться индекс.html и запакованный в архив. Что в нем будет? В нем необходимо обязательно указать, что он UTF-8. Дальше подключить рест-апи. И, собственно, написать логику, которая создаст чат, опубликует сообщение и к этому сообщению поставит лайк. Вы не волнуйтесь, что это так быстро. На самом деле в конце вот этого слайда будет ссылка на весь исходный код. Вам надо будет на него посмотреть и сделать аналогично. Собственно, три метода создания чата, публикация сообщения и лайк. Для создания чата вы используете метод imchat.add, перечисляете заголовок, указываете тех пользователей, которых в нем будет состоять. Там можно указать user1 для того, чтобы чат был создан только на вас. После того, как чат будет создан, функцию callback вернется идентификатор этого чата. Вы должны будете его взять и указать в методе makeMessage. Соответственно, в том методе будет создаваться сообщение в тот чат, который только что вы создали. Это сообщение формируется с помощью метода immessage.add. Там вы перечислите обычный текст какого-то сообщения, указываете чат, в который будет оно направлено, и добавляете вложение. Тем самым можете увидеть, что вложение добавлять на самом деле очень просто. После того, как сообщение будет опубликовано в чат, callback этой функции вернет его идентификатор. Соответственно, вы возьмете данный идентификатор и поставите лайк уже в следующей функции. Команда для лайка называется immessage.like. Как-то я слишком быстро про это все рассказал. Но на самом деле это достаточно просто, особенно обратите внимание на вложение. буквально перечисляете пару параметров, и у вас уже не простое уведомление с каким-то текстом, а богатое с каким-то описанием. На самом деле даже хорошо, что такая задержка. У вас есть возможность прямо сейчас перепечатать или сделать скриншот и уже создавать свое приложение. После того, как вы создадите это сообщение, сохраните, вам необходимо назвать его индекс.html, упаковать его в архив zip и перейти в Bittrex24 в добавление вашего рест-приложения. Это будет рест-приложение первого типа. Нажать сохранить, и оно будет уже доступно у вас на портале. Собственно, вот это сейчас и показано. Переименовывайте, делайте архив и загружайте. В этом поле вам необходимо заполнить его название, как это будет называться в меню, указать, что разрешение идет на чат и уведомления, и загрузить файл. Вот, собственно, создание чата и красивого сообщения в него. Ну что ж, пока вы создаете приложение, мы пойдем дальше. Кстати, вы можете найти весь этот код вот по этой ссылке шаленков.com, help.jpg. Текст был бы слишком просто, вы бы скопировали и создали. Итак, на самом деле, рест-апи позволяет вам создавать самые различные приложения для чата. Эти приложения очень востребованы клиентами, мы выйдем это по отзывам. Вы можете создавать приложения, которые будут публиковать какую-то информацию с внешних источников. Это могут быть системы аналитики, то есть публиковать какие-то отчеты, системы поддержки, контроля версии, ну то есть самые различные приложения. Используйте рест-апи, чтобы сделать чат еще интереснее. Сделайте чат своей мечты. Отдельно хотел рассказать про замечательный SDK, сделанный нашим MVP Максимом Миссиом. Он сидит в первом ряду в заказном месте. Расскажу немножко по библиотеке. Это свободная библиотека, эта библиотека не разрабатывается нами. Оно покрывает большую часть рест-апи. Максим обещал, что скоро будет все покрыто тестами, и она будет очень хорошая и быстрая. Она полностью поддерживает чат-апи. Все, что я сегодня вам рассказывал, уже доступно на гитхабе. Вы можете посмотреть, ознакомиться. Этим приложением уже активно пользуются более 200 партнеров, более 600 загрузок для ознакомления. И среди Bittrex24, который вообще использует приложение из Marketplace, на каждом третьем уже стоит приложение, которое работает через Bittrex24 SDK. Снизу указана ссылочка, можете перейти, посмотреть, ознакомиться. Вам будет удобнее создавать приложение. Еще одной технической такой новинкой для чата, и не только для чата, это веб-хуки. Это новый инструмент Bittrex24, который позволяет выполнять какие-то определенные действия, например, создавать какие-то новые документы в CRM, создавать события, задачу, либо сообщения в чате. Особенностью этого инструмента является то, что это очень простой и легкий инструмент. Достаточно отправить собранные данные на определенную ссылку для того, чтобы все заработало. Веб-хуки мы будем поддерживать двух форматов. Это входящие веб-хуки и исходящие веб-хуки. Входящие требуются для того, чтобы вы опубликовали свои данные внутрь Bittrex24. Исходящие – это в случае наступления какого-то события в Bittrex24, будут данные отправлены к вам на сервер для обработки последующей. Вот это называется входящие веб-хуки. Вам здесь необходимо будет выбрать действия. Это может быть публикация лидов CRM, либо, так как мы рассказываем про чаты, это публикация в чат. На данном примере указывается, в какой чат данные будут опубликованы. Сформирована уникальная ссылка. Именно на нее вам нужно будет отправить данные. И пример данных для публикации. Эти данные полностью эквивалентны тому, что мы рассказывали вам про REST-апе. Вам не придется что-то новое изучать. И снизу вот вы видите ссылочку готовую, чтобы можно было сразу быстро попробовать, как это работает. Исходя из этих данных, получится примерно вот такое уведомление, которое было снизу. Это исходящие веб-хуки. Здесь вы выбираете доступное событие внутри Bittrex24. после которого будет выполнено действие. Например, поступил звонок, вам необходимо в вашу информационную систему что-то передать, что звонок поступил, у него какие-то данные и так далее. На примере чата, что человек написал в чате. Вы указываете, какой чат отслеживать, указываете, на какую ссылку вам публиковать данные. Ниже указан пример данных, который поступит вам после того, как произойдет событие. Соответственно, вы можете эти данные как-то обработать и при желании вернуть ответ на reply link, который указан во второй строчке. И самой, наверное, долгожданной и важной новинкой становится чат-боты. Это новое направление для приложений Bittrex24. Вообще, бот – это будет отдельный пользователь, с которым смогут коммуницировать пользователи портала. Он будет поддерживать обработку слэш-команд. И также будет возможность использовать свои клавиатуры для того, чтобы создавать, превратив простой чат на мобильном телефоне в мобильные терминалы. Примерно так это может выглядеть. То есть, например, бот будет информировать пользователя о том, что произошел входящий звонок, и вместо клавиатуры пользователь сможет сразу выбрать, что сделать с этим звонком. То есть зафиксировать, что это качественный ли это, некачественный, например, либо отложить это решение на позже. Ну и также, например, это может быть пример каких-то викторин или еще каких-то конкурсов с ботом, где также вместо клавиатуры могут быть любые кнопки. Здесь показано на самом деле еще то, что клавиатура, она набираемая, она может быть из одной линии, да, то есть они вот как качественные-некачественные линии, лид. Либо в несколько рядов, это вот как 4, 5, 2, 22. То есть клавиатуры будут набираемые, вы сможете сделать ту клавиатуру, которая вам нужна. Объясню схему работы бота. Бот – это отдельный пользователь системы. То есть при установке бота к вам в систему будет заведен специальный пользователь, под которым вы не сможете авторизоваться, но он будет использован для общения с пользователями. Когда вам необходимо, чтобы бот кому-то написал, вы отправляете данные на RESTAPE с помощью метода immessage.at, и он, собственно, публикует сообщение пользователю. Как только пользователь ответит, вам обратно на сервер будут отправлены данные о том, что человек ответил, его ответ, и вы сможете как-то работать и дальше выполнить либо какие-то действия по CRM, либо как-то ответить иначе. Сейчас на первом этапе это будет работать через события. То есть скорость ответа к вам будет поступать с небольшой задержкой в зависимости от очереди. Но мы планируем ускорить это, мы планируем дать вам возможность подключаться к веб-сокету, и тогда в режиме реального времени вы сможете получать все действия, которые происходят. В режиме реального времени вас добавит какой-то чат, бота добавит какой-то чат, он получит, как-то сможет на это ответить. Напишут ему сообщение, он в режиме реального времени сможет также какое-то действие выполнить. Таким образом бот открывает нам новые сценарии работы с чатом. Здесь мы выделили несколько основных сценариев. Это, например, бот-поддержка. Это может быть бот, который будет коммуницировать с клиентами на вашем сайте, либо в интернет-магазине. Он будет брать на себя первичную консультацию клиента. Тем самым он позволит удержать клиента, так как очень важно эта мгновенность в коммуникациях. Когда клиент находится в интернет-магазине, его интересует какой-то вопрос, он его написал, и ждать ответа от менеджера порой приходится долго, и клиент просто уходит. Бот же позволит удержать таких клиентов, принять на себя эти первые коммуникации. И, например, только в случае, когда он затрудняется с ответом, он сможет, опять же, призвать к помощи ответственного какого-то менеджера и сообщить клиенту о том, что он отправил обращение, и ему там ответить через какое-то примерное время. Бот-помощник. Вы можете его использовать даже для своих решений из Marketplace. То есть это бот, который может подсказывать пользователю о каких-то функциях в приложении. Например, вы видите, что клиент поставил ваше приложение, но использует не все функции. Возможно, он их не нашел. И здесь может помочь бот, сможет продать какие-то фишки вашего приложения и помочь пользователю работать с ним. И бот-автоматизатор – это бот, который сможет выполнять какие-то рутинные операции, либо сможет выполнять какие-то команды пользователя. Например, создавать задачи, планировать за него встречи, фиксировать какие-то данные в CRM. На самом деле сценариев достаточно много. Кроме того, мы готовим своего бота для чата. На первом этапе он будет просто общаться с пользователями. Возможно, поможет им искать какую-то информацию в поддержке Bittrex 24. Вторым этапом мы планируем, чтобы он мог оказывать помощь по продукту. То есть, опять же, о чем я говорила, как вы можете использовать в ваших решениях, то есть подсказывать, помогать, узнать о новинках, либо о каких-то новых сценариях с инструментами. И третьим этапом – это планируем научить его, опять же, выполнять какие-то действия, то есть автоматически планировать встречи, ставить задачи и выполнять какие-то действия. Можно я пару слов прокомментирую? Вы так спешите? Кто вы так спешите? У вас времени часа? Вы прям торопитесь? У нас 40 минут. На самом деле у нас 40 минут. По поводу бота. Видите, он у нас пока называется бери-бот. Экспериментальный. Мы заключили договор с одной из компаний, которая имеет опыт в этой части. И с точки зрения пользователя это может оказаться в первом эксперименте, который мы хотим провести. Может выглядеть таким образом, что внутри Bittrex 24, в которых, например, сидите вы или в облаке, или в коробке, может и в коробке в перспективе, появится пользователь, который может сам задавать вопросы или выступит вам собеседником. Он будет поддерживать нормальные разговорные темы. С ним можно будет поговорить о погоде, о спорте. Можно будет спросить про Bittrex 24, спросить, как это работает. Он может подсказать несколько ссылок или несколько статей на поддержку, на какие-то материалы. И в то же время мы предполагаем, что он должен научиться со временем, как бы видя статистику использования, например, продукта, тем или иным людям давать некие рекомендации. Например, что-то вы мало лайкаете, а людям это нравится. Или, не знаю, давайте будем ставить чаще задачи. Или у вас много незакрытых задач. На самом деле некие эксперименты на людях оставляют очень интересный след. Они приводят к возникновению неких коммуникаций с этим ботом. Посмотрим, как это получится. Я думаю, что в следующем месяце мы, может, какой-то эксперимент запустим на NFR-ах для партнеров. Так что вы не удивляйтесь, если у вас неожиданно появится там бот и спросят, хотите ли вы в отпуск. Вот видите, они тут. Мы делали этот эксперимент внутри у нашей компании. Полдня компания не работала. Все общались с этим ботом. Пришлось отключить. Но вообще, конечно, это очень интересно. Ты знаете, вообще, если бы вы вошли сразу и уже бот был, вы бы его воспринимали как данность. Но он здесь живет. Ну что делать? А, конечно, его неожиданное появление вызывает иногда эффект, вызовет эффект. Ну посмотрим, экспериментировать будем на вас. Так что готовьтесь, да. Полдня вы можете выпасть. Потому что все начинают тестировать его интеллект, пол, интерес к жизни, ну и так далее. Интересный должен быть проект, по крайней мере, очень эмоциональный. Кстати, нам нужно имя. Если кто-нибудь предложит, я все… Как? Нам придется тогда сразу интерфейс делать к Siri, да, чтобы с ней можно было общаться. Пока API нет у Siri. Но, да, кстати, могут ведь разные быть боты, да? Почему нет? Ну давайте дальше. Ну, конечно, самым главным вопросом остается документация. Да, она будет. Мы готовим большой учебный курс про чаты. В нем вы сможете узнать про REST API, так и про API для коробок. То, что давно очень просили. Мы расскажем про все методы чата API, про веб-куки, как с помощью них интегрироваться, как их настраивать. Расскажем, как создавать и управлять ботами. Объем достаточно большой. Вот примерный список того, что нужно вам сделать и показать, он справа. Первую часть мы запустим уже в феврале, который будет описывать чат API и как с ним работать. Ну и потихоньку будем потом увеличивать, чтобы обязательно было про интеграции и про работы. На этом у нас все. Но перед вопросами я бы хотела узнать, кто-нибудь сделал приложение? Никто не сделал приложение. Надя, у тебя там в интернете сделал кто-нибудь приложение? Хотел. Пожалуйста, коллегам вопросы. Микрофоны, 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 микрофоны. Роман, мы с вами пообщались уже в кулуарах, можно сказать, продолжительно. Но вопрос возник, я посмотрел вот на это. Вопрос такой, а можно ли сделать условно, вернее, не то, что можно, а рационально ли использовать вот данный функционал чатов, естественно, с прицелом на то, что можно будет в дальнейшем развивать его, использовать все эти новые функции, такие как боты, стоит ли делать на нем функционал личных сообщений, то есть персонально. Условно, пользователи сидят на сайте и пишут только друг другу. Не там, не общаются в чате много пользователей. Вот есть, допустим, в коробке модуль отдельные сообщения на портале и отдельные вот чаты. Вот, собственно, даже может быть в продолжении этого же вопроса, что будет с модулем сообщения? То есть его чаты заменят, смысл есть в дальнейшем использовать вот именно сообщения классические. А что за модуль сообщений? Могу неправильно называть. У нас есть модуль веб-мессенджера, который управляет чатами, личной перепиской, а есть сообщения-блоги. Про блоги вы говорите? Не-не-не, там… Тогда старых сообщений, которые были раньше в соцсети, их уже не существует. Видимо, у вас очень старый проект. Наверное, да. Но уже давно не существует. Они полностью перешли на новое API. То есть даже если вы вызываете старое API из соцсети, вы на самом деле вызываете API веб-мессенджера. И, конечно, вы можете сделать свой интерфейс для общения один на один. На самом деле Антон Долганин для своей игры полностью использовал наши чаты. И успешно они там общаются. Никто не знает, что это мессенджер, но удобно. Он там заходит в какую-то локацию, они друг с другом общаются, выходят и так далее. Полностью сделано на мессенджере. Ему практически ничего не пришлось писать. Сделал свой интерфейс и пользуется. Окей, еще вопросик. Вопрос следующий. Смотрите. У вас есть боты. Вы их пока не живут внутри Bitrix24 конкретного. Отлично. А вот теперь представим обычный рядовой интернет-магазин одежды. У него есть аккаунт в Инстаграме. И, наверное, должны быть аккаунты в каких-то основных мессенджерах, которые есть на клиентах. И тут стоит проблема дистрибуции вашего бота во внутрь этих мессенджеров. Хорошо, у Телеграма есть API нормально, там Viber для больших открыл API, WhatsApp думает. Насколько я понимаю, партнерам нужно сидеть ровно и ждать, когда вы сделаете биндинги для проброса вашего бота на основные платформы и не беспокоиться по этому поводу. На самом деле можно и не ждать, а брать и делать. На днях Facebook объявил о том, что открывает API. Соответственно, вы можете у пользователя авторизовать его под Facebook. И в итоге, когда он будет искать в мессенджере, ну, к примеру, в каком-то мессенджере, да, как кого-то, этот поиск будет освещаться на Facebook. Соответственно, этот пользователь добавится к вам, вы будете писать сообщение в мессенджере, а тот пользователь будет общаться друг с другом через Facebook. Соответственно, ваш модуль будет такой шиной, которую будет передавать из Bittrex, будет передавать в Facebook. Вообще очень правильно задаешь вопрос. Похоже, что все мессенджеры откроют API. На самом деле это глобальная проблема роуминга между мессенджерами. Теоретически она может быть решена ими самими, что маловероятно, потому что в общем резонов нет. А открыть API для того, чтобы бизнес мог интегрироваться с мессенджерами, скорее всего, это может случиться. И потихонечку все заявления, все как сговорились, они начали происходить в последние месяцы. Да, для телеграмма мы уже… Совершенно верно, да. Ну зачем? Ждите. С твоими-то навыками и с твоей библиотекой. Чего ждать? У меня вопрос, собственно, по вебхукам, причем по вебхукам, которые внутри битрикс24. Это будет какой-то ограниченный набор, фиксированный, то есть для чата, для задач, для еще чего-то вебхуки. Либо мы сможем их как-то самостоятельно расширять. Но этот список вебхуки, вы имеете в виду исходящий, когда какое-то действие происходит на битрикс24, и отправится данный к вам? Нет, я имею в виду как раз наоборот. Наоборот, допустим, я извне хочу создать, не знаю, задачу в битрикс24. Ну, конечно, мы должны поддержать такие методы. Это метод по чатам, по CRM и так далее. Но у нас есть уже рест. Там достаточно много методов. И вот мы сейчас смотрим, думаем, как сделать так, чтобы не пришлось еще что-то дополнительное писать. То есть методов рест у нас уже достаточно много. Они покрывают такие ключевые моменты взаимодействия с порталом. Будем надеяться, что получится сделать так, чтобы вот эти вебхуки могли использовать эти методы с минимальными доработками. Спасибо. Еще вопросик. Здравствуйте. Бялка Сергей, компонята. Очень понравились вот эти боты с клавиатурой особенно. Вот и вопрос. А можно будет, допустим, не только кнопки прорисовывать в чате, а делать, например, какие-то формочки. Ну, там вот ответить на такой-то вопрос. Чик, нажал, написал. Нажал кнопку, и эти данные ушли уже в бизнес-процесс или куда-то там в обработчик какой-то. Ну, на самом деле, кроме этих кнопок, будет еще доступно ввод текста. Обычное поле ввода. А, ну, то есть форма ввода тоже будет. Там будет комбинированная. Некоторым не требуются кнопки, когда нужно ответить четко на четыре команды. Это вот то, что мы представили. А еще можно будет, чтобы осталась эта полосочка для ввода текста. И, соответственно, можно будет загрузить. Мы постараемся. В первой версии API не будет доступно, что если боту кинут файл, то этот файл будет передан на тот сервер. Но мы думаем над этим сценарием, и тогда вы сможете вообще заполнять полностью профиль. Допустим, назовите ваше имя, он вел. Назовите фамилию, он вел. Киньте вашу аватарку. Он кидает, и получается полностью закрытый. В коробке это будет? В коробке это будет полноценно? Ну, в коробке это все доступно уже очень давно. Просто документация это все не описана. Нет, речь-то идет, будет ли REST в коробке. Зачем тебе REST в коробке? А, чтобы не писать приложение. А уже обсуждали. Юра подтвердил, что будет. Да? Ну, говорят, что да. Коллеги, еще вопросы? Подтвердил? Есть вопросы еще? Есть. Кстати, пока готовится вопрос. Максим, я хотел тебе еще один, так сказать, подсказать хитрый метод, как ты можешь сделать бота любопытного. Шина же работает. Ты на своем портале. Кстати, скоро, я надеюсь, мы тут расскажем. Она появится в коробке. Ты на своем портале заводишь пользователя. Он у тебя доступен по нетворку. С этой стороны вешаешь бота и логику, которая тебе нужна. И его достаточно не через маркетплейс искать, не через приложение, а его можно по шине найти. Ты назовешь его Месилов бот, и он будет выполнять твои функции. Нашел его, и как с внешним пользователем общаешься. Ну, то есть можно таким образом будет создать бота. Попробуй. Мне кажется, любопытная идея. Смирнов, конечно, не рад будет тому, что шину мы будем нагружать, но социальный эксперимент должен получиться. Евгений, добрый. По поводу чата на десктопе. Уже давно вижу то, что телефоны, то есть телефон не идет, телефоны определяются, но подгрузки еще и CRM нету. То есть имен сразу. Будет ли это реализовано? Екатерина? Вы имеете в виду связь телефонии и CRM, то есть при входящем звонке показывать информацию о клиенте? Да. Да, это будет. Это мы заявляли, ну, это же в прошлый релиз, да, над этим сейчас ведется работа, так как объем по CRM достаточно большой. Мы хотим выпустить мобильную CRM в полном объеме, и, соответственно, они будут взаимодействовать с телефонией. И второй вопрос. Есть уведомление о пропущенных звонках. Вот это уведомление является, вот в открытом росте, оно как-то будет обозначаться? То есть вот там загорается там единичка, двойка, пропущенные два звонка, три. Ну, будут события по чату о добавлении в чат. Соответственно, если вы подпишетесь на эти события, то вы сможете увидеть эти уведомления о телефонии. Но, возможно, стоит и по телефонии отдельные события сделать. На самом деле там есть уже, по-моему, как раз уведомление о окончании звонка. Вы можете подписаться по ресту о окончании звонка, соответственно, получить всю информацию. Ну, вот мне интересует вот этот вот единица, двойка, когда пропущен звонок, возможно ли это сделать параметром, чтобы его выгружать в процесс, например? Да, подумаю. Я подумаю, сейчас не могу сказать, но вполне резонный вопрос. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Так, ну что, давайте поблагодарим тогда ребят. А, есть вопросы еще? Я не вижу. Больше вопросов, судя по всему, нет. Спасибо.